Мы с вами сейчас поделаем зацеп изнутри голенью с косого захвата. Мы с косого захвата вертушку с вами сделали, да, вот 39 выпуск был. В целом, хорошо иметь большую картотеку, надо ее будет вообще разбить по блокам, там стойка, бартер, какие броски будут еще более полезными. Из этого же положения с косого захвата мы поделаем зацеп изнутри голенью, да, получается под разнаменную ногу. Хорошо для тех, у кого длинные конечности, кто, во-первых, пользуется косым захватом. И если партнера, вот мы вертушку делали с вами, партнер должен был стоять жестко, и мы, получается, находимся к нему, здесь ситуация будет другая. Мы опять же знаем с того же захвата, да, когда партнер у нас берет разноименное, либо одноименное при плечо, да, без разницы. Вот сейчас мы покажем просто классический вариант именно броска через голову под садом голенью, и потом покажем, как оттуда из этого положения получается зацеп, да. Партнер берет, мы его забрали, здесь в петле начали заводить, и отсюда, соответственно, его бросаем. Ну, это прямо классика-классика, мы ее тоже разбирали, да, тоже, кстати, делали отдельный разбор. А как отсюда получается зацеп? Все то же самое, то есть вы его забрали, но когда начинается все, это обязательно в динамике, он с места не делается, да. Вы начинаете его ввести, он открывается, и отсюда вы уходите на зацеп, на зацеп. Но, но лучше всего, лучше всего нарабатывать со сбросом рукой в его корпус. То есть, когда вы его продернули, в любом случае вам нужно его разогнать, с места не делается, он на вас ляжет, да. Вы начинаете забегать, он открывается, но положение ног должно быть, чтобы я выдержал его сюда, для зацепа. Зацеп мы с бока не делаем, он меня, большая вероятность, что он меня скрутит, да, либо я завалюсь на бок, да. То есть, когда вы забежали, вы здесь находитесь, он открывается, и вы отсюда к нему заходите. То есть, ваша опорная, в данном случае не рабочая, опорная нога, она должна быть перед ним. Перед ним. После этого, ну мы сейчас покажем по поводу зацепы еще раз немножко, да, деталей. После этого сразу уйдем на удержание со стороны ног. Положение все то же самое. Так, закрыли его, и сюда забегаем. Вот, нога, руку я отпускаю, делаю под шаг к нему, и под шаг. Потом, после этого, ручки лучше всего прихватывать, либо захватом на шее, да, и уходим на удержание со стороны ног. Ноги наши, ноги наши, они обязательно должны уходить как можно ближе к нему, чтобы он ноги в идеале не мог поставить. То есть, они так ставятся, чтобы в нем ноги были подняты, а вы его натягиваете как можно плотнее к себе, как можно плотнее к себе. В данном случае у нас получается удержание стороны ног с захватом головы и руки. Можно, если у вас получится, с захватом на закуртку, да, закуртку. Варианты там разные, но лучше всего голову отключать, тогда он и мастить не сможет, и, соответственно, он больше у вас обездвижен. Мы с вами, когда делаем зацеп, лучше всего, лучше всего, даже если мы делаем спадение, чтобы... Когда делаем зацеп, лучше всего, чтобы вот эта нога, которая будет уходить под пятку, она как бы его еще... Видите? Еще дополнительно выбивала. Не только весом на него идти, да, но еще ее и выбить. Она вам даст разворот к партнеру, к партнеру. И так же вы будете грудью прижимать к нему. Не боком заходить, да, а, соответственно, грудью. Мы в стойке не делали этот разбор, да, у нас сразу сейчас вариант косого захвата, но работа ног такая же. Руки, которые будут на поясе, да, они так же будут сразу вниз убирать. Она сразу будет у вас грузить его вниз. Голова на него, да? И нога обязательно, да, она будет делать подшаг. Его. Вы побежали? Видите? Руки. Продолжение следует... Руки. 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 Руки.